парк почти опустел время пол одиннадцатого но все равно еще ходят люди вот только что отсюда ушло несколько человек здесь я хотел записывать видео видео но сегодня праздник видите не хотят люди уходить домой ходят до последнего почти 11 они все ходят здравствуйте дорогие мои подписчики канала и туда обо всем о чем сегодня хотела сказать уже давно надо поговорить об этом и давно я должна рассказать о том событие которое произошло в 2010 году со мной и я не знаю честно говоря с чего начать и в свете всего происходящего за последнее время наверное начну я с того что касается этой темы это духовная ориентация я 2010 году 21 марта участвовала в межпланетном галактическом совете миров на первый взгляд это очень дико звучит я понимаю вас вот что люди которые сейчас услышат в первую очередь подумают что это сумасшедшая неадекватная фантазерка и а занимаюсь какими-то такими практиками которые позволяют мне питать в облаках и говорить о чем-то таком непознанном о чем-то неизведанным и фантастическому на самом деле это не так еще раз повторяю что я не пью не буду никаких психотропных травки не употребляю никаких психотропных веществ наркотиков и так далее то есть я совершенно трезвень не пью даже на новый год в 2010 году произошло это событие на которое собрались представители тех миров которые живут в той части галактики которые относятся и наша земля были ли представители землян до этого я не знаю вот но мне оставлена память об этом событие для того чтобы наверное я рассказала имени не только раз оставлена память но еще дана расшифровка всего этого события потому что это многогранный мир и нашему плоскому пониманию воображению и восприятию все что там произошло не поддается расшифровки поэтому все это мне преподносилось так чтобы я могла это понять так чтобы я могла это объяснить прежде всего себе а вот и так чтобы я понимала что это реальность в которой я присутствую что это не мои какие-то фантазии подготовка была в течение наверное полугода полугода это конкретная подготовка когда у меня непосредственно готовили когда мне преподносили те понятия которые нужны будут для меня для того чтобы присутствовать на этом съезде но всю жизнь всю жизнь меня готовили к этому событию в том плане что меня никогда не оставлял мой ангел и те мои учителя те духи которые должны были в том числе и подготовить меня к этому событию что прежде всего я хочу вам преподнести но я думала что я наверное начну с того что расскажу вам о том что существует в мире в мире существует две духовные ориентации не в нашем мире а вообще во всех мирах которые присутствуют нашей части галактики что происходит других части галак в других частях галактики мне к сожалению не открыто но что происходит в нашей части галактики я могу себе представить и рассказать вам Прежде всего две духовные ориентации существуют Это ориентация служения другим и ориентация служения себе В мирах, если мы, допустим, объяснили бы это так Что существуют два типа людей Люди, которые верят в Бога и люди, которые не верят в Бога Несмотря на то, что Бог учит любви, самопожертвованию, самоотречению Ради любви к ближним Бог есть любовь И любовь прежде всего к самому ближнему Несмотря на то, что Бог есть любовь В мирах не существует понятия верующий и неверующий В мирах существуют понятия, что ты служишь другим или служишь себе По самим названиям нетрудно догадаться, что это такое Две духовные ориентации С практической точки зрения могу сказать Что разделение на эти две ориентации Очень полезно для понимания взаимодействия между людьми, между мирами, между обществами Потому что это о многом говорит Какие правила существуют между двумя духовными ориентациями? Во-первых, две духовные ориентации То есть если один человек служащий себе, а другой человек служащий другим Это позволяет им как-то между собой взаимодействовать По определенным правилам, установленным, как сказать, вселенским разумом Скажу так, вселенским разумом Что позволяет? Прежде всего это безопасность То есть если две духовные ориентации встречаются В целях безопасности существуют определенные правила Эти правила существуют и между обществами То есть группами людей Которые ориентированы в разных духовных ориентациях Эти правила существуют и между странами То есть между большими группами людей Которые ориентированы в разных духовных ориентациях Какие же это правила? Ну, прежде всего, союз между двумя людьми или группами людей двух разных духовных ориентаций может быть, прежде всего, временным, то есть непостоянным. Две духовные ориентации могут существовать между собой в том случае, если у них есть какое-то определенное дело, определенная работа на протяжении какого-то времени, то есть они выполняют работу, и по окончании этой работы союз между людьми или группами двух духовных ориентаций должен распасться, то есть он распадается. Бывают также союзы, когда группа людей одной духовной ориентации принимает на время, то есть во время выполнения какой-то работы, какого-то труда определенного, одного человека, который представляет собой духовную ориентацию противоположную. В этом случае то же самое. Человек, выполнив работу вместе с этой группой, тоже уходит из этой группы. Если он по каким-то причинам своим личным или вынужденным причинам, вынужденным обстоятельствам не покидает этой группы и не хочет ее покинуть, на подсознательном уровне у него срабатывает то, что он не покинет эту группу. Либо он заболевает, либо складываются обстоятельства так, что он погибает, либо складываются обстоятельства так, что перед ним встает острый вопрос, что он должен покинуть эту группу. Меняется ли на протяжении жизни или на протяжении выполнения какой-то работы духовная ориентация с одной на другую? Да, это может быть тоже по каким-то внутренним или вынужденным обстоятельствам, или внутренним причинам, личным причинам, которые человек в той или иной мере ставит в приоритет. Что касается групп. Группы могут быть официальными, неофициальными. Группы можно назвать какую-то организацию, государственную организацию или общественную организацию, которая ставит перед собой целью, допустим, помощи другим людям, помощи животным. Все равно, но она выбирает свою духовную ориентацию, службу другим. То есть у нее в уставе записаны такие правила, которые позволяют нам сказать, что это ориентация службы другим. И вот здесь вот с практической точки зрения группе важно понимать и придерживаться конечной цели образования в своей организации. Если она теряет эту цель и отходит по каким-то причинам, потому что группа состоит из определенного количества людей, и у каждого человека есть какие-то свои личные амбиции, свои личные цели. И если здесь происходит столкновение каких-то целей, столкновение каких-то личных задач, то в группе может быть дезориентация. То есть она может, выбрав ориентацию служения другим, подсознательно я говорю, то есть они выбирают устав, делают какую-то работу, но в процессе этой работы они уходят с данного пути и начинают преследовать какие-то другие цели. В этом случае группа может распасться, либо она может в конечном счете переориентироваться на службу служения себе. То есть каждый человек в этой группе, он таким образом организовывает работу, то, что в конце концов организация теряет свой изначальный замысел и становится просто сборящим людей, а группа людей, и каждый в этой группе становится служащим себе, преследует какие-то цели, свою выгоду. И в конце концов группа дезориентируется. Да, могут в этой группе существовать люди, которые по-прежнему хотят, чтобы организация выполняла какую-то изначальную свою работу, придерживалась какого-то изначального своего устава служения другим. Но все зависит от количества человек в этой группе. Если в конце концов количество людей, служащих себе, будет превалировать над количеством людей, служащих другим, то в конце концов либо группа распадется совсем, либо оттуда будут вытеснены эти люди, служащие другим, и организация переориентируется. Что касается более больших групп, то есть таких групп, как страны, республики в странах, то есть это большие группы людей, которые нельзя назвать одной группой людей. То есть это много-много разных-разных групп. Здесь есть и служащие другим, и служащие себе группы. Это организации, просто какие-то общественные организации, официальные организации. И они все могут быть разной ориентацией, духовной, психологической. Но здесь важно то, какую ориентацию выставляет правительство этой страны во главе угла. Что входит в устав этой страны, в конституцию этой страны, и что во главе этих интересов. То есть если страна выбрала интересы, официальные интересы, которые можно назвать служащие другим, то есть если эта страна помогает другим странам, если эта страна внутри своего общества старается заботиться о каждом члене общества, то такая страна может называться страной, служащей другим. И здесь то же самое действует. Правила, которые действуют между отдельными людьми. То есть эта страна должна в основном общаться со странами, тоже служащие другим. Знать об этих понятиях полезно. Почему? Потому что зная о правилах общения между двумя ориентациями, мы тем самым делаем безопасным это общение, мы конкретизируем наше поведение в разных группах и между разными людьми. И таким образом какая-то конкретика вносится в наше общение и в понятие, которое должно существовать между людьми и группами. Почему это полезно? Почему я хочу рассказать именно об этом? Потому что из всех присутствующих на Совете Миров, я буду называть это Советом Миров, может быть, это еще имеет какое-то другое название, там Галактический съезд или Суд Божий. Но я буду называть Советом Миров. Почему? Потому что об этом событии, о том событии, которое произошло, я узнала с определенного сайта. и там это событие называлось Совет Миров. Когда я оказалась на этом сайте, то я не знала, что я буду присутствовать на этом съезде, на этом совете. И я прочитала об этом и, грубо говоря, тут же забыла, потому что я не связывала это с тем, что это подготовка. То есть вот эта работа, которая проводилась со мной, она не проводилась так, что я знала, что она проводится. Это просто было такое, можно сказать, ненавязчивое направление духом, меня. И мне открывались понятия, мне открывались какие-то принципы взаимодействия на Совете Миров. И таким образом я постепенно, постепенно, за какой-то период, прям конкретно, готовилась к посещению этого съезда. Самое трудное в этом деле – это определить, какой же ориентаций человек. Потому что самое главное, ключевое в этом деле – не то, что человек заявляет даже самому себе, не то, что видится на поверхности, а внутренние мотивы и внутренние цели, которые человек зачастую даже не определяет. То есть человек, служащий другим, может быть необаятельным, может трудно сходиться с другими людьми, может быть взбалмошным, злым может казаться, скандальным и так далее. Но самое главное, что внутренний мотив, внутренняя цель у него существует, и эта цель может влиять на его поведение в критических ситуациях. То есть, когда встает вопрос самопожертвования и жизни ради других, он это делает, несмотря на видимость. И то же самое касается человека, служащего себе. Он может заниматься громкой и заметной благотворительностью, добрыми делами. Он может заниматься тем, что мы бы сказали, что он действует только на благо других людей. Он может помогать ближним. У него на главной странице его соцсетей может быть фото, которое однозначно говорит нам о том, может сказать нам о том, что это человек, служащий другим. Но на самом деле, если копнуть поближе к истине, выйдет, что его внутренние убеждения сложатся со временем в том, что он будет действовать только ради своей выгоды. И выгода может быть не обязательно материальная, а выгода может быть внимания, то есть самой выгоды, с самим предметом. Может быть, внимание других людей, приближение к другим, более могущественным людям, работа на свою репутацию как человека доброго и заботливого и так далее. То есть самое трудное в этом деле это определить действительную ориентацию человека. В семье тоже могут быть люди разных духовных ориентаций. Людям, которые только входят в эту систему, придется очень внимательным быть к поведению других людей и вдумываться во внутренние какие-то внутренние причины этого поведения. Что делать в таких случаях, когда в одной семье, в одной любящей, нормальной семье один человек не такой духовной ориентации, как все остальные. И он может потерять свои какие-то внутренние агентиры, они могут у него настолько нивелироваться, что он будет не понимать свое предназначение. Он может выбрать не ту профессию, которая действительно ему нужна, для того, чтобы он раскрылся и был счастлив. И в конце концов, это может привести, в данном случае, так как он в меньшинстве, это может привести к тому, что его судьба сложится недостаточно удачно, недостаточно счастливо, недостаточно успешно. И в коллективе, в трудовом коллективе, потому что каждый коллектив это неоднозначная группа, она состоит из множества разных людей. И в этом коллективе могут быть, причем сама организация может быть одной ориентацией, а внутри этого коллектива, трудового коллектива, могут быть люди не только этой ориентации, которая совпадает с ориентацией самой организации. Вот. Что в этом случае? Здесь то же самое. Обычно служащие другим являются донорами, а вот и служащие себе являются, как бы, грубо сказать, паразитами. Они выезжают на своих товарищей, они представляют себя в выгодном свете за счет того, что их товарищи как бы больше работают или больше делают для общего дела. И в таком случае тоже играет роль численность. Если в какой-то момент ориентация служения другим становится, допустим, меньше, то такой коллектив вытесняет этого человека, либо этот человек остается в коллективе до тех пор, пока он не поймет, что он много потерял для для себя. То есть находиться в этом коллективе ему совершенно невыгодно, он много теряет, допустим, много работает, мало получает, и в конце концов в жизни его складывается несчастно. Вот. Трудовая его деятельность не приносит ему должного удовлетворения как материального, так и морального. и в конце концов либо он понимает, что надо уходить из этого коллектива, либо он остается на позициях такого глубокого неудачника. То есть определить свою ориентацию и находиться в коллективе в трудовом, находиться в какой-то группе по интересам, находиться в определенной общности людей, которые являются твоими приятелями, товарищами, друзьями. Важно осознавать какой-то ориентации, важно определить какой ориентации твои товарищи, друзья, для того, чтобы регулировать свои отношения, свое поведение и свою энергоотдачу. Сегодня День России. К слову сказать, поздравляю всех моих слушателей с этим праздником, с Днем России. И желаю всем нам успех, здоровье и всего того, что необходимо для того, чтобы быть успешными людьми, счастливыми людьми и, конечно же, добрыми христианами, добрыми верующими людьми. Относительно нашей страны хочу сказать, что наша страна это прежде всего страна ориентации службы другим и наша страна, наверное, последняя, которая останется на этих позициях помощи другим странам. Она будет до последнего делиться своими какими-то ресурсами с теми странами, которые не могут за это заплатить, не могут дать такую же отдачу. И это очень важно, потому что в такой стране будут помогать небесные силы, такую страну никогда не оставит Бог, и это всегда зачтется. То есть на международной арене сейчас происходят большие перемены к худшему, войны, катаклизмы, какие-то международные конфликты, вот этот передел мира, и на фоне всего этого будут страны, которые будут испытывать большую нужду в помощи, большую нужду в сочувствии, в помощи и в каком-то материальном поддержании. И наша страна будет до последнего помогать, и это хорошо. Потому что в этом переделе мира здесь определяются вот это явное деление на страны, служащие другим, и страны, служащие себе. И чем больше будет стран нашей ориентации, тем легче будет нам. То есть можно, конечно, оставаться в одиночестве, но нас тогда разорвут эти обстоятельства, и мы не сможем существовать так, как должно существовать. Мы будем в минусе. поэтому надо, чтобы таких стран, служащие другим, конечно, все еще и зависит от правительства этих стран, и от народов этих стран, чтобы этих стран было побольше. Одна из профессий духовной ориентации служения себе является профессия спортсмена. Не физкультура, а именно спортсмен, спорт. Что такое спорт? Это, прежде всего, соревнования, преимущества лидерства, стремление победить других, оставить позади и показать свое превосходство над другими. Для людей ориентация служения другим противно по своему внутреннему убеждению, по своему внутреннему состоянию любое соревнование, любое лидерство, любые первенства ему противны такому человеку. Я не скажу, что спорт это плохо, спорт это отвратительно, и все спортсмены, это плохие люди, а вот яркие представители ориентации служения себе. Нет, я этого не скажу, потому что прежде всего здесь надо понимать определенные тонкости, то есть в этой роде деятельности прежде всего не могут состояться люди, которые уже выбрали служение другим, то есть ориентацию служения другим. Вся их деятельность будет либо неудачна, либо они не прорвутся на первые места, призовые места, либо они в раннем возрасте получат какую-то серьезную травму, которая не позволит им двигаться по колертной лестнице вперед, либо они будут всегда в таком положении, что они должны чем-то жертвовать ради того, чтобы добиться успеха и эти жертвы, сам факт принесения этих жертв не будет им приносить общего удовлетворения от их рода деятельности и рано или поздно все это закончится не очень хорошо. Вот это яркое занятие спорт, большой спорт в том числе, которое говорит о том, что ориентация служения себе, те люди, которые выбрали эту духовную ориентацию, могут добиться успехов. Вы никогда не задумывались над тем, что у большого спортсмена, который вышел в большой спорт, всегда меняются тренеры. То есть на каком-то этапе их готовит человек, служащий другим, он взращивает этого спортсмена молодого. На каком-то этапе спортсмен меняет своего тренера и следующий тренер это яркий представитель человека, служащего себе, который дает ему внутренний стимул к победе, который воспитывает в нем вот это лидерство, вот это стремление как говорится, к первенству любой ценой и таким образом спортсмен добивается успеха. То есть первый тренер, который живет в ориентации служения другим, он его взращивает, но он не может его воспитать первым спортсменом, допустим, на большом соревновании. Вот это яркий пример. и второе, что я хочу сказать, те люди, которые не осознают, что они в ориентации служения другим, они пытаются заняться спортом, потому что они любят спорт, потому что какие-то у них физические предпосылки к этому спорту, и они в раннем возрасте или только выйдя в большой спорт получают очень тяжелую травму, и таким образом им приходится оставить этот род занятий. Именно поэтому, именно потому, что их духовная ориентация с профессией, которая в духовной ориентации служения себе, не совпадает. Есть конфликт, причем очень серьезный конфликт, и, как говорится, это яркий пример того, что две духовные ориентации не могут существовать долго. Они существуют очень короткое время. Почему название двух ориентаций нельзя заменить на такие понятия, как человек верующий в Бога и не верующий в Бога? Потому, что оно недостаточно точно отражает то, что есть на самом деле, ту суть, вот этот корень вот этих понятий, оно недостаточно отражает. Ну, во-первых, потому, что для тех, кто находится в более высших мирах, кто умнее нас, не существует понятия, существует Бог или не существует Бог, веришь ты в Него или не веришь, потому, что это есть как данность. Каждый умный человек или гуманоид понимает, что Бог существует, что мир невозможен без того, что кто-то его создал и кто-то был раньше нас и умнее нас и совершеннее нас и кто-то все это завел. Это для нас, людей, для еще детей в космическом плане существует вопрос и иногда довольно серьезный есть Бог или нет Бога. Для всех остальных миров этот вопрос уже решен. то есть это данность, которую все понимают. И второе, что еще можно сказать, выделить, это то, что Бог каждый понимает понятие Бога для каждого оно по-своему. По-своему. И если человек считает, что он верит в Бога, это не значит, что он уже готов к самопожертвованию и к любви к ближнему. Зачастую понимается это человеком так, что Бог тебе дает все, а ты у него просишь, потому что ты понимаешь, что Бог тебя любит. И вот это потребительское отношение к Богу оно не отражает того, что человек понимает, что ты стремишься к такому же совершенству, как Бог, к такому же самопожертвованию и любви к ближнему, не только к человеку, но и к братьям нашим меньшим и ко всему живому, что окружает нас. Многие могут спросить, почему до сих пор я не сообщала никому о том, что я участвовала в Совете Миров на съезде, в Галактическом съезде, который состоялся, казалось бы, в 10-м году, сейчас 24-й год, 14 лет я молчала и вдруг я собралась сказать об этом. Но прежде всего хочу сказать, что я человек, не знаю, я всегда говорю интроверт, то есть я не пытаюсь все это как бы быстро рассказать всем. Вот я сначала должна все это пережить, все поставить на свои места. Затем вторая причина, что, наверное, прежде всего рассказав об этом своим близким, я не нашла какого-то понимания, потому что все далеки от этого. Наверное, в первый раз я и удивилась в то время, потому что я вдруг поняла, что люди не живут такой жизнью, как я. Люди смотрят на то, что происходит вокруг, и другого, более такого скрытого, тайного, они не видят. Они не способны видеть невидимое. Вот это я поняла, и это меня, честно говоря, очень сильно удивило. Я вдруг ощутила, какая большая разница между мной и окружающими людьми, которые считают, что все, что я говорю, это лишнее. пережила ты, пережила там что-то, видела, где-то участвовала, ну и молчи себе, чтобы люди другие не показывали на тебя пальцем, не говорили, что ты сумасшедшая, и не сомневались в своей адекватности. Вот это прежде всего меня как-то останавливало, да. И в-третьих, третья причина, когда я пыталась о чем-то рассказать, я не находила своих единомышленников, вы думаете, я не хотела рассказать об этом на весь мир, я пыталась рассказать, то есть я обращалась к каким-то, не знаю, медиа-личностям, но вообще меня никто не слушал, вообще никто не понимал и не хотел слушать, и всем неинтересно, это совершенно неинтересно. Казалось бы, такое событие, такое громадное событие, которое знаменует собой переход от Кали-юги к Сатья-юге, как говорят индусы, вот, переход от эры служения себе к эре служения другим к Золотому веку, это огромное событие, вот, почему-то все ждали в 12-м году какого-то изменения по майянскому календарю, может быть, оно и началось в 12-м году, может быть, предварительно этот опрос был в 2010-м году, я не знаю, но, по крайней мере, это огромное событие, это знаменательное событие, которое почему-то никому не интересно. Наверное, это был единственный раз, когда на канале из первых уст, кстати, я обращалась на этот канал, обратилась 23-го февраля, и до сих пор нет ответа, хотя человек сказал, что перезвонит мне, я обращалась туда с надеждой, что человек поможет мне как-то распространить эту информацию, потому что я сама не знаю, с чего начать, с чем закончить рассказ об этом событии, но так до сих пор, к сожалению, не проявился никакой интерес. Вот, Таркадия Бабича, которая ведет этот канал, собственник этого канала, автор этого канала из первых уст, и вот единственный раз на этом канале я увидела выступление какой-то женщины, которая говорила о том, что они якобы как-то случайно наткнулись на какой-то галактический съезд, они там, как говорится, поприсутствовали, сразу хочу сказать, что просто так на галактический съезд вы не попадете, что это очень серьезное мероприятие, к этому надо готовиться, к этому вас подготовят, и уверяю вас, просто так лететь-лететь где-то в космических далях, в каких-то пространствах и попасть на галактический совет невозможно, это невозможно, в принципе, хотя человек высказывал какие-то там интересные мысли, не помню, с чем связаны, не выдавалось подробностей особо, так послушала, конечно, есть какие-то понятия, ну, в общем и целом, это, я вообще считаю, что заниматься этими практиками, медитацией, этими практиками смотрения в какие-то духовные миры, вот эти убеждения в том, что надо заниматься этими практиками и, как говорится, духовностью заниматься, все это неправда, я вас уверяю, самое главное в мире, самое главное в космосе это смысл, вот вы понимаете смысл, самое главное не видеть, потому что видеть можно много, потому что в пространстве очень много не только истинных мыслеобразов, но и ложных мыслеобразов, которые намеренно формируют цивилизации высшего порядка, не такие, как мы, намеренно формируют, чтобы распространить свои идеи, чтобы достигать своих целей и чтобы во всем этом не заблудиться, самое главное во всем видеть смысл, все, любое событие, любое понятие, любое обстоятельство осознавать, осознавать в свете Божьего закона, а Божий закон написан в нашем сердце, поэтому самое главное смысл. Я никогда не занималась никакими духовными практиками, я никогда не читала никакой специальной литературы, связанной с какими-то эзотерическими понятиями, нет, да, проявляла какой-то интерес, это нужно было для общего кругозора, там, прочитала одну, по-моему, книгу Лазарева, одну книгу Нарбекова, прочитала что еще я читала, да, много лет у меня дома была книга Агни-йога, которую я так и не прочитала, и до сих пор у меня книги Блаватской, которые я так и не открыла, вот, потому что нету внутреннего побуждения, нету такой духовной тяги, и нету Божьего наказа все это прочитать, и поэтому я держу это до того времени, когда Бог мне скажет, мой ангел скажет, открой на такой-то странице, прочитай ты тут, кстати, бывали, да, такие моменты, когда, вот, внутри я слышу голос, открой Библию на такой-то странице, прочитай такой-то стих, и ты убедишься, что инопланетяне были на нашей земле, они жили, и этому есть подтверждение в Библии, такое было, да, вот, сразу вам скажу, что те фантазеры, которые много говорят на какие-то темы, вот, не слушайте их, не слушайте их, потому что все это бесцельные мысли блудья, бесцельные слова блудья, вот, я вам расскажу о том, что конкретно обсуждалось на Совете Миров, к чему это пришло, и какой результат, каждый из нас проходит свои жизненные уроки, и ничего происходящее рядом с нами, в поле нашего зрения, не происходит просто так, просто так рядом с вами камень не упадет, просто так с вашей головы не упадет ни один голос, все, что есть вокруг нас, все это для того, чтобы мы совершенствовались, все это для того, чтобы мы получали уроки, которые нам надо пройти на пути к совершенству, поэтому для того, чтобы пройти эти уроки, нам даются определенные обстоятельства, которые мы не должны игнорировать, на канале, телеграм-канале Игорь и его собаки, который занимается поддержанием собак, которых он находит, он о них заботится, он сказал однажды очень умную такую мысль, высказал, что каждый день мне звонят люди, которые предлагают мне найти, не найти, а взять к себе какую-то найденную собачку, они звонят и говорят, у вас же приют, возьмите вот к себе собаку, она вот там-то, там-то, она болеет, она попала в какую-то беду, она беспризорная, и как бы я вам сейчас ее привезу и так далее, и Игорь, вот он сказал одну вещь, он сказал, да, конечно, я возьму, потому что я жалею и от тех собак, и от тех животных, которые, к сожалению, попали в трудную ситуацию, но я не могу взять всех собак мира к себе, понимаете, что у меня тоже ограниченный день, у меня тоже всего лишь 24 часа, и я не могу обо всех позаботиться, если это собака, или это птица, или это животное, или это человек, требующий сейчас внимания и помощи, попался на вашем пути, значит, вы должны о нем позаботиться, значит, это ваш урок, который вы должны пройти, ничего просто так рядом с вами не упадет, не появится, и не происходит просто так, это ваш урок, который вы должны пройти, и вы должны позаботиться об этом животном, и, конечно же, еще раз хочу сказать, что то событие, которое прошло совсем недавно, мы тища, где на нескольких кормушках, нескольких местах, где скопление голубей, отравили, наглым образом, вывалили отравленное зерно, чтобы отравить этих птиц, и погибло больше ста птиц, о которых мне сообщила Катя, вот, это говорит о том, что, к сожалению, все, что мы говорим, все, о чему нас учит жизнь, чему нас учит церковь, вера, лидия, бог, все это у кого-то проходит мимо ушей, то есть, люди слышат, и все равно они находятся во власти злых сил, во власти злых намерений, когда просто беззащитных птиц они хотят отравить, только потому, что им не хочется лишний раз убирать там со своего стекла, или с того, что называется кондиционером лишние какашки, и они решают отравить этих птиц. Вот однажды я поругалась с молодым человеком в Катином доме. Катя уехала на дачу и попросила меня покормить ее голубей, которые ждут, что Катя вывалит зерно возле ее дома. Они просто знают, что она каждый день их подкармливает, и какая-то часть голубей ждет именно ее зерна, потому что они знают, что она подкормит их. Конечно, они поклюют где-нибудь в другом месте, но они ждут, и не хочется, чтобы они зря ожидали. Она попросила покормить, и мы поругались с ее соседом седьмого этажа. Этот сосед одинокий, и когда мы с ним ругались, у него такие слова проскользнули. Голубь мешает мне спать. Я утром рано хочу спать, а он где-то в районе моего окна начинает курлыкать, и это мешает мне спать. Слушайте, напишите объявление, что здесь запрещено. Научите голубя читать, и он тогда, наверное, будет знать, что он вам мешает. Предъявите какие-то претензии к природе, закройте окна, переселитесь в какое-то другое место, где не поют птицы, и может быть, тогда проблема решится, что вас раздражает пение птиц. Я вообще так удивляюсь, думаю, может быть, делить города на те, в которых будут жить некурящие люди, и города, в которых будут жить некурящие люди. Города, в которых будут жить люди, не терпящие природу, которым не нравится, что растет трава, только она вырастет, надо ее тут же слезать триммером. Целый день у нас под окнами звучит этот триммер. Запах этого бензиновых лопных газов поднимается до седьмого моего этажа. Я задухаюсь со своей астмой, потому что я чувствую этот запах бензина и этот шум. Это меня раздражает, не только раздражает, потому что это шумно и это воняет, а потому что птицам нечего есть. Вот многие мои соседи говорят, зачем ты кормишь птиц, они должны есть то, что им предоставляет природа. Извините меня, если бы у них была такая возможность, они бы это ели. Но если человек срезает траву, только она вырастет на 10 сантиметров, и даже трава уже на уровне 5 сантиметров пытается пустить свои семена, потому что она знает, что ее тут же срежут, и все равно ей это не удается. Не удается. Человек просто не дает ей возможности распространиться, если уже не осталось ни одного дождевого червя. То есть идет дождь, и ни одного дождевого червя уже на асфальте нет. Хотя еще несколько лет назад весь асфальт был усыпан дождевыми червями. Но мы, к сожалению, их довели, мы делали все, чтобы их не было. Это в Японии можно встретить наверное вот эти маленькие домики, в которых может дождевая червь скрыться, когда идет дождь. Потому что когда идет дождь, и все заливается этой водой, дождевому червю невозможно жить в этой воде, потому что его тело, поверхность его тела дышит, и он выходит на поверхность, чтобы подышать. Но на поверхности тоже лужи, с одной стороны давят люди своими ногами, с другой стороны лужи, в которых червь тоже не может дышать, и таким образом у нас в Москве погибли уже все черви. Вы посмотрите, после дождя, вот сегодня было несколько дождей, один из них был прям ливень такой хороший в середине дня. Вы посмотрите, я сегодня не увидела ни одного дождевого червя. Чем питаться птицам? Семян нет. В этом году скворцы уже не в таком количестве, как раньше. Если раньше были скворцы, и они питаются только вот этой вот дикой, диким кормом, то, что дают семена, то в этом году их совсем мало, и они тоже клюют зерно, зачастую подлетают там, где кормятся голуби, тоже клюют зерно, потому что нечего есть, нет насекомых, нет этого зерна, семян, который дает трава, все уничтожено человеком, и при этом некоторые люди думают, что птицы должны чем-то питаться, что дает природа, а чем им питаться, если человек уже все уничтожил, он сделал все, чтобы птицы не питались, вся вот эта трава, осенняя трава, листва, которая падает осенью, она вся собирается дворниками, там не прячутся уже никакие жучки, никакие насекомые, которые могут быть пищей для этих птиц, птицы сейчас на искусственном корме, то есть на пшене с магазина, на перловке с магазина и так далее, да что говорить, уже вороны хлебом питаются, вот я наблюдаю за воронами, да, и чем они питаются, они питаются хлебом, вот я ставлю допустим маленький, маленькую емкость с водой, они находят этот сухарик, который добрые люди выкидывают птицам, находят сухарик, замачивают его в этой баклажке и едят, и когда их совсем подожмет голод, они начинают охотиться на голубей, но в этом случае я тоже делаю хитрый, я покупаю там какие-то куриные спинки, куриные головы, кладу между стволов, и они тут же находят, тут же находят, они очень умные птицы, вороны, и съедают, что говорит, мы делаем все, чтобы вокруг нас ничего не было, ничего не росло, ничего не жило, это о чем говорит, о том, что несмотря на то, что человек понимает, что надо относиться с любовью, с милосердием, и с каким-то состраданием ко всему живому, что находится вокруг нас, он все равно умудряется в своем сердце найти вот эту злобу, ненависть и стремление к убийству всего этого живого, что находится вокруг него. В итоге, какой же ключевой показатель между двумя духовными ориентациями? Это прежде всего то, что мы не можем определить на первый взгляд. Это внутренние стимулы, внутренние желания, стремления и внутренние причины поведения. То, что не определяется сразу. то есть когда показатель такой, когда наступает какой-то критический момент, только люди, служащие другим, могут жертвовать своими интересами, своей жизнью, своими выгодами ради интересов других людей. Вот это ключевой показатель. И как мы и говорим, только сходя в разведку и побывав в какой-то критической ситуации опасной, можно определить, что человек представляет из себя. И зачастую мы как бы живем друг с другом и не знаем истинных каких-то мотивов поведения. Также определять духовную ориентацию другого человека важно для построения ячейки общества и семьи. Потому что если это будут люди двух разных ориентаций, несмотря на то, что у них будет 99% совпадений их интересов, интеллектуальных интересов, нравственных интересов, каких-то духовных интересов, несмотря на то, что они будут одной веры, от них каких-то убеждений, их семья рано или поздно распадется. Либо один человек будет донором своей энергии и в конце концов он погибнет. Это в худшем случае погибнет, а в более мягких таких случаях он заболеет, будет страдать и другой человек будет постоянно питаться этим человеком, служащим другим. Поэтому для построения семьи очень важно определить какой духовной ориентации другой человек, с которым ты хочешь связать свою жизнь. Это очень важно. Поэтому надо научиться. Я считаю, что надо научиться определять. Так же и выбор профессии. Так же выбор профессии. Существуют профессии, где человек должен четко осознавать. Это профессия врача, профессия водителя автобуса, профессия учителя, профессия непосредственно связанная с тем, что ты приносишь пользу людям. Пользу людям, и ты своей профессиональной деятельностью приносишь то, что не принесет просто профессиональной деятельности. сюда еще надо вкладывать свою душу и свои внутренние силы, которые никак вы не можете определить профессиональной инструкции. Если в профессию, такую профессию, как врач, учитель, водитель троллейбуса, автобуса, придет человек, служащий себе, то рано или поздно это закончится трагедией. профессия летчика, летчика пассажирского самолета однозначно только человек, слушающий другим, должен быть зашетурфалом этого самолета. Если человек обладает профессиональными качествами, но у него нет духовной ориентации, то это все равно чревато рано или поздно трагедией, это чревато определенными нехорошими обстоятельствами. Поэтому выбирая профессию, необходимо прежде всего соотносить свою духовную ориентацию с той профессиональной деятельностью, которую человек выбирает. Профессия депутата, казалось бы, здесь однозначно должен быть человек, служащий другим, но к сожалению зарплата депутата и те привилегии, которые дает именно эта профессия, этот род деятельности, говорит о том, что туда стремятся не люди, служащие другим, а люди, служащие себе. Любыми правдами они проникают в эту профессию и, как говорится, от этого и происходит этот дисбаланс интересов этой группы людей, группы, находящиеся во власти и остальным обществом, ради которого должны жить и работать эти так называемые слуги общества. Поэтому, наверное, регулировать эту область, регулировать с той точки зрения, что профессия депутата не должна так хорошо оплачиваться, настолько хорошо, чтобы туда стремились именно служащие себе люди. Я, конечно, постаралась все вспомнить в своей голове, уложиться, но со временем, я думаю, я постараюсь раскрыть более подробно. Либо задавайте вопросы, я буду отвечать на них. К сожалению, не могу собраться с мыслями. Обязательно вот сейчас приду пока до дома из парка, обязательно еще вспомню то, что я не рассказала. Все. До свидания. Всего доброго.